Соблюдение законности в стране и защита прав граждан. 300 лет прошло со дня образования, а задачи Ока Государева остаются неизменными. Сегодня, как сказал наш президент Владимир Иванович Путин, Российская прокуратура четко выполняет возложенные задачи, вносит весомый уклад в развитие России как подлинного правового, социально ориентированного демократического государства. Российскую прокуратуру на протяжении всей истории взяли настоящие патриоты. И мы, жители Брянской области, конечно же, гордимся, что Брянская земля когда-то дала прокурора России до революции. Генерал-прокурор Северной империи Иван Григорьевич Главитов в нашей Брянской области прокурором области работал Александр Михайлович Рякунков, который впоследствии стал прокурором СССР. Клады технических деятелей, вкрепление законности и правопорядка в развитии прокуратуры по достоинству, оцененные его потомками. Сегодня в память об Ивану Григорьевичу Главитову Стародубию установлен памятник на его родине. Брянский, новое здание прокуратуры Брянской области, расположено на улице, названной в честь Александра Михайловича Рякункова. Совсем недавно мы вместе с вами открыли сквер и памятник этой удающейся прокурору Александру Михайловичу, который сегодня является такой комплекс, украшением к текстурным советского района города Брянска. Я убежден, что такой уклад в сохранении памяти об этих исторических государственных деятелях, профессионалов высокого класса, будет способствовать укреплению связи между прошлым, настоящим и будущим, воспитанию новых поколений грамотно мыслящих людей, способных эффективно трудиться в органах прокуратуры. Молодым прокурорам служит примером деятельность таких ветеранов прокуратуры, как Александр Петрович Борисов, Иван Федорович Протасов, Валерий Максимович Лейкин, Михаил Демьянович Пуздров, Людмила Павловна Голоскова, Евгений Артемьевич Колесников, Таисия Ивановна Трутникова и многие другие опытные сотрудники. В настоящее время прокуратура в Брянской области обеспечивает успешное решение важнейших задач для обеспечения безопасности и развития общества и государства. На особым контроле остается защита прав участников долевого строительства. В результате совместных действий с областной властью достроены и введены в эксплуатацию три проблемных дома в городе Брянске. В этом конституции я хотел бы отметить итоги совместной последовательной работы областного правительства и лично Александра Петровича Войтовича. По защите прав обманутых дольщиков к этой поэтапной деятельности подключены не только органы исполнительной власти региона, но и другие правоохранительные органы. Принятые действия безусловно приносят свои результаты. Только за прошлый год мы восстановили права 502 обманутых дольщиков, а всего за прошедшие 6 лет были восстановлены права 1622 граждан. Это 1622 семьи, это не граждане, это семьи. Где 3, где 4, где 5 человек, они получили свое жилье, на которое, как говорят, народе копили по копейке, брали кредиты, ипотеки, и недобросовестные наши строители их просто взяли, как говорят, народе кинули. Но тем, как я сказал, благодаря совместной работе, благодаря прокурорскому надзору, совместной работе целого блока удалось не только нам власти восстановить, а вот именно целому блоку наказать тех недобросовестных. И если мы сегодня посмотрим в динамике, то Брянский область находится в десятке передовых по тем остаточным проблемам, которые сегодня остались. Вот это та работа, которая приносит людям то добро и веру и в закон, и в государство. Жилье для детей-сирот – тоже вопрос, решаемый совместно. За прошлый год для сирот приобретено 279 жилых помещений. Благодаря общей работе прокуратуры и областных властей решились многие экологические проблемы. Построены городские очистные сооружения в Почепе, а также локальные очистные сооружения компании «Сыр Стародубский», «Обрасовские сыры», «Умалат», «Консерв», «Сушпрот». Нам удалось добиться строительства очистных сооружений. Конечно, здесь огромная заслуга и всем вам, и, конечно, Александру Петровичу Войтовичу. Это и Севовский Стародуб, когда они не строились на протяжении не только последних пятидесяти лет, а еще советских времен. Это была проблема. Но, тем не менее, с вашим участием в вмешательстве прокурора эту проблему нам удалось решить. И сегодня там созданы условия безопасного проживания жителей не только двух, а четырех районов, которые именно попадали в эту зону, где притекали реки. Решение этого важного вопроса стало стимулом к принятию региональной программы по замене модернизации и строительству очистных сооружений на предприятиях переработки и в муниципальных образованиях. Александр Богомаз подкрепил поздравления почетными грамотами губернатора Брянской области. Сегодня прокуратура региона – это более 450 человек, чья работа направлена на восстановление справедливости и конституционных прав человека. Благодаря прокурорскому вмешательству удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму свыше 61 миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 38 уголовных дел в отношении нерадивых работодателей. Принятыми мерами удалось добиться погашения задолженности по заработной плате, о чем сегодня говорил губернатор. В том числе очень важно с совместными усилиями это перед работниками Назыбковского машиносоединительного завода, который находился в стадии банкротства. На особом контроле оставалась защита прав участников долевого строительства. В результате принятых совместно с региональным правительством мер достроены и введены в эксплуатацию 3 проблемных дома в городе Брянске. У нас сегодня осталась неизвешенная проблема всего лишь 4 дольщиков, которые отказались от федеральных выплат и хотят получить жилье в натуре. Я думаю, что в первом квартале этого года мы эту проблему целостнейшим решим. За год прокуроры области рассмотрели более 30 тысяч обращений граждан. Каждое пятое удовлетворено. На торжестве ветераны прокуратуры – люди, посвятившие жизнь укреплению законности и правопорядка в Брянской области. Многие ветераны награждены от имени президента памятными медалями, генеральной прокуратуры. В этот знаменательный день хочется всем пожелать крепкого здоровья, больших-больших успехов на службе. Достойно встретить этот праздник и на работе, и в другую семью. Работники прокуратуры получили поздравления и награды от областной думы и главного федерального инспектора по области. Уже три сотни лет сотрудники прокуратуры стоят на страже соблюдения законов защиты прав наших жителей. интересов родного отечества. Руководство из буквы закона и личным высоким моралем, принципами, а не верой и правдой служат выбранному делу. Хочу отметить значительный вклад работников прокуратуры Брянской области в законодательский процесс регионального законсобрания. Налаженный между нами конструктивный диалог дает свои положительные результаты. В разные годы в региональном ведомстве работали видные деятели органов прокуратуры, Рекунков, Журков, Кукарский, Зуев и многие другие. Работников областной прокуратуры отличают высокий уровень профессионализма и достойные уважения этические и моральные качества. Хочу поблагодарить весь ваш коллектив и лично Александра Петровича Войтовича за деловое, конструктивное взаимодействие с аппаратом главного федерального инспектора, которое, уверен, будет совершенствоваться. Во многом благодаря работе прокуратуры на Брянщине на 6,4% снизилось количество преступлений, пресечены более 300 коррупционных преступлений, незаконная букмекерская деятельность, нелегальный оборот алкогольной и табачной продукции. Как сказала Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, человек в синем мундире, он не бросит в беде и не оставит. Ведь на самом деле верхняя и нижняя палата парламента Российской Федерации плотно переплетены с прокуратурой Российской Федерации, в данном случае с Брянской областью. Мы пишем запросы и только благодаря прокуратуре многие вопросы сдвигаются с места. Это не только успех Совета Федерации и Госдумы, но и в общем именно прокуратура. За заслуженными наградами на сцену поднялись работники прокуратуры из разных районов Брянщины. Продолжился праздник концертом лучших творческих коллективов области Андрей Мамошин, Александр Власов, Алексей Рязанцев. События. Брянск.